Аплодисменты Это маленькие мышки, окруженные большими индийскими слонами и американскими орлами Ну, действительно, небольшая компания в мировых масштабах И, к сожалению, далеко не единственная Знаете, есть такая экспонента размера В зависимости от количества животных от размера Соответственно, если у слонов тысячи, орлов десятки тысяч, а мышей миллиард Собственно, почему мы говорим о рынке США По прогнозам аналитических компаний, таких как Гартнер, IDC Простите, меня Кирилл не видел, потому что он по этому поводу говорит, что он является ядом В 2017 году объем доходов мировых от IT-продуктов и услуг будет составлять порядка 2,5 триллиона долларов И при этом Северная Америка является крупнейшим рынком для IT-продуктов и услуг И 40% для рынка сведоточены там Соответственно, там, где существует выгод, так сказать, продаж Там, в общем-то, и зарплаты на разработку По прогнозам тех же самых Гартнер А эти расходы в США в этом году достигнут 920 миллиардов долларов При этом больше, чем треть из этих расходов Это, собственно, расходы на разработку программного обеспечения При этом количество открытых вакансий в США, если посмотреть статистику, да, оно исчисляется числом шестизначных, да, то есть это сотни тысяч То есть, в принципе, на ВИП получается достаточно заманчивая картинка То есть у нас есть 350 миллиардов, у нас есть растущий рынок, а мы еще будем продолжать расти по прогнозам тоже на 3,5% каждый год У нас есть явная нехватка специалистов на этом рынке Ну и вот мы, аутсорсеры, казалось бы, должны прийти и забрать весь этот мир, да, весь этот сын Но, к сожалению, все несколько сложнее То есть, во-первых, открытая вакансия и место для аутсорсера это не всегда одно и то же Потому что, ну, многие компании очень не рассматривают аутсорсинг Для кого-то это запасной вариант А во-вторых, кроме нас, стоп, сервисной компанией, да, которые я просто предложил свои киперразработки В мире существует еще очень-очень-очень много таких компаний, с которыми мы конкурируем Собственно, да, вот эти все получаются, да, компании, которые тоже будем выдавать самым сыном И, в общем-то, в итоге получается, что жизнь не так сказочная И приходится скорее выживать, чем получать весь сыр целиком Собственно, что мы предлагаем? Значит, все IT-компании-экспортеры, они делятся на сервисные и продуктовые, как Кидов уже говорил, да Соответственно, например, это соотношение, что 40% это продукты, 60% это сервисы Ну, продукты, понятно, что такое, да, это вот Касперский, бизнес-решения для банков и так далее, да Сервисные компании это услуги и производство программного обеспечения Мы при этом являемся технологической сервисной компанией Да, я имею в виду, что мы обладаем этим набором компетенций Языков программирования, фреймворков, методологии ведения проектов Экспертизой какого-то бизнес-анализа, управления инфраструктурой и так далее, да И обладаем опытом использования этих компетенций в различных главных областях в течение многих лет И, собственно, экспертизу мы им предлагаем В этом плане можно сказать, что, ну вот, слово аутсорсинг, да, Обычно ассоциируется с продажей рядного количества людей на какое-то количество времени, да, там, человек и часов, да Сервис, это, конечно, немножечко больше, да, это когда мы начинаем взаимодействовать со своим клиентом, со своим заказчиком Мы как-то внедряемся в его бизнес-процессы, мы участвуем в его деятельности И, ну, не просто, как бы, вот, сдаем людей в аренду, да, а ведем более активную какую-то позицию Вот, собственно, теперь поговорим, с кем мы, в общем-то, конкурируем на этом рынке, да Большинство, самое большое количество программного обеспечения, да, создается в Соединенных Штатах В Индии, в Китае и в ряде других стран, включая Россию И, если говорить о мировом рынке вот таких вот аутсорсинговых сервисных компаний, то, конечно, на первом месте у нас лидирует Индия В этом вопросе Индия очень давно стартовала с аутсорсингом Индия, ну, это просто 1-2 миллиарда человек со средним возрастом 25 лет И сравниться, конечно, с Индией по размаху бизнеса и догнать Индию в стране, в Востоке, в Европе, ну, совершенно невозможно Просто потому, что объем бизнеса, он напрямую связан с количеством специалистов, которые у вас работают В Индии, к примеру, значит, по-моему, что-то порядка 3 миллионов IT-специалистов, да В Америке около 4 миллионов А в России, например, это 400 тысяч В Белоруссии, соответственно, там, 1040-35 То есть это два порядка изначающихся цифр Которые сравнивают с ловко В Индии, в Tata Consultancy Service, ну, это один из крупнейших вот этих вот IT игроков В Индии, в одной компании вот этих 300 тысяч человек, как вся Россия Вот, ну, несмотря на то, что мы их не можем догнать, не мешать нам с ними конкурировать, да И более того, у нас есть довольно неплохие конкурентные пеничства в этой борьбе Какие они? Ну, прежде всего, это качество наших специалистов, да Благодаря широкому и всеобщему образованию в странах бывшего СССР У нас реально высокий уровень образованности этих специалистов Если в Индии, там действительно, да, 1,2 миллиарда человек, но третье население вообще не грамотно Даже среднее образование получают не все, а То в странах бывшего СССР все совсем по-другому У нас широкое среднее образование и очень много их будут ждать еще высшее образование Соответственно, широкое образование, это, прежде всего, такая штука, которая коррелирует с таким понятием, как креативность Если в таком исследовании, я понимаю, что это связано, да То есть не узкая специализация, а именно вот знания в разные стороны, да Которые вы можете сделать шаг в первый, шаг в право в своих процессах То есть, таким образом, мы получаем чуть более талантливых, да, специалистов, чем, например, Миндия И, ну, это не значит, что каждый, так сказать, айтишник из Европы, восточный, да, талантливее, чем каждый айтишник из Индии Это, конечно, не так, более того, я однажды передавал проекты в Индию Да, потому что мы работали с большой миллиардерской компанией И все было, в общем, отлично, все было замечательно Но на самом высоком уровне, это была транснациональная корпорация Приняли решение купить целиком для себя, деятельную компанию Соответственно, у них больше не нужен был аутсорсинг И была своя компания в Индиюминг Передавая знания, соответственно, на указ к ним Там работали совершенно потрясающие ребята С много летним опытом, очень талантливые И, ну, никаких сомнений, да, в персонализме нет Но при этом, в целом, да, в современном мире есть такая тенденция, что Компании, заказчики, они постепенно становятся недовольны рядом поставщиков Вот, вот, IT-услуг из Индии, качеством этих услуг А наоборот, разработчики из Восточной и другого Репутация разработчиков из Восточной Европы потихонечку растет Ну, это не значит, что, конечно, все знают, что в Восточной Европе все хорошо, да, Многие, как бы, так сказать, из заказчиков в Штатах, в принципе Ну, как бы, не в курсе вообще, где находится Минск, да И то, что вы к ним приведете и скажете, что вы вот из Минска, да, Для них ничего не будет значить вообще, да, конечно, не доказывайте, что мы в Восточной Но, в целом, такая тенденция существует И это нам, конечно, безусловно, помогает Это нам помогает Вторая история Это Культурная близость Ну, если Вы бывали в Индии А я вот, собственно, знаю, когда передовод основанным был Если вы попадаете не в туристическое место У меня лично было ощущение, что я на другой планете вообще оказываюсь Вот В этом плане Мы, как бы, Штаты в Европе, конечно, гораздо ближе, чем индусы И классический пример, да, это вот то, что индийские разработчики плохо говорят нет Или даже совсем умеют говорить нет То есть Для них Предполагает, что Заказчик, ну, в общем, практически Бог, да Если заказчик говорит Этот проект должен быть закончен в таком-то числу, в таком-то месяце, да То Ниски Рософс говорит Да Но он под этим, да, подразумевает что-то совсем другое Это не то, что мы обычно под этим привыкли понимать Он подразумевает, что Да, как бы, я понял, что ты думаешь так Ну, вот и за тебя это важно, да Это не значит, что он действительно собирается, так сказать, все свои усилия бросить на то, чтобы это сделать И это не значит, что он потенциально считает, что он готов это сделать Он все равно скажет, да, даже если он знает, что он не успеет лучше Он просто не может ответить нет В силу своих, так сказать, смелых сроков интервью А это, ну, безусловно, важно То есть, качество нашего сервиса это только разработка Ну, естественно, общение, выполнение сроков Ну, и все это, я думаю, утекающее Что еще, да, нам помогает Тут можно сказать, что У нас Если в офисе расположено в России И, соответственно Кризис 2014 года, да, когда рубль в дворах упал Он нам тоже помог, так сказать С конкурентными преимуществами В плане целлитов Если раньше мы В целом стоили дороже, чем В юго-восточной Да, какие-то компании Тут мы, в общем, вполне смогли уже Крупурировать, потому что Зарплаты разработчиков в России Они привязаны к рублью И они остались на том же уровне Ну, они потихонечку сейчас Подрастают Но Цены в России Не выросли в два раза И зарплаты, соответственно Тоже, как бы Еще Не догнали Прежде Для нас, на самом деле Это была проблема Потому что С 2005 года Мы присоединились к группе компании «Ланит» Это огромная корпорация русская И Это открыло концы внутренней рынок Российский И у нас очень много бизнесов Было завязано уже На России А когда запресс на рубль упал Корпоративный сегмент Тихонечко стал сворачиваться И Тоже, что срочно Срочно обратно Начинать смотреть На западные рынки И Ну Для себя будут Некоторые соотношения Это примерно 60% Экспорт 40% На внутренней рынке Примерно Советствует Численности Наших сотрудников В России И в других странах Да Пропорционально Что еще есть? Ну вот Кирилл говорил про госпрограммы Действительно тоже Супер важно Потому что налоговые льготы Очень 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 Помогают И Также Мы проводили Есть Руссофт Такая организация Русская Которая Занимается Объединением ИТ-компаний Они проводили исследования Что произойдет В случае Отмены Налоговых льгот И Часть компаний Начинает вопрос Потому что Они просто придется Уйти с рынка Потому что Они Не состоят Не выжить При Дополнительной Дополнительной Налоговой нагрузке А Все остальные Скажутся Придется сворачиваться По тем же причинам Так Ну Собственно Что Мы говорили Про наше преимущество Да Что нам Дает Все Наличие Наших талантов Да Они Помогают нам Ближе Нашему Заказчику И лучше Выполнять его Крепования Это Важно Это дает нам Репутацию А репутация Дает нам Собственно Подолжение Отношения Заказчикам И новых Климентов Кого Где И как Как Искать На Рынке В Штатах Мы Для себя Выбросили Целевую аудиторию Тут ситуация Довольно простая Если есть Традиционный бизнес А там реальный сектор экономики Завод Проходы Или Банки И Этому бизнесу Как правило Интересно следующее Ему интересно Либо увеличить прибыль Либо Соградить расходы Мы Как Сервисная ИТ-компания С ними Разговариваем На разных языках Представляете Вы приходите Американские Ситибанки Здравствуйте У меня есть команда Из 50 разработчиков Давайте Вам Вам Поможем Вам Скажут Если Вам кредит То Не знаю Что С вами Разговорить Потому Что Мы Мыслим Не Продуктами Мы Мыслим Разработками Если У вас есть Продукт Наверное Вы можете Прийти К К Трекционному Бизнесу Рассказать Какие-то Кейсы Как ваш продукт Поможет ему жить Но К Сервисной Компании Это точно Совершенно Не относится Что Мы для себя Выбрали Так называемые ISEE И Интернет Технологические Компании Независимых Разработчиков Таких же Интернет Компании Которые Отлично Понимают Что такое Разработка С ними Разговоры Гораздо Проще Они Сами Разработкой Они Понимают Наши предложения Набор технологий Профессионализм Процессы Они Понимают Что им нужно Реализовать Проекты Которые Они Не могут Реализовать Соединенные силы Они Соответственно Готовы С нами Общаться И Мы для себя определили Что Это Должны быть Компании Маленькие И Средние К Обращаемся По Несколько Причинам Компании Как правило Обравдают Злайм Рекрутингом И Они Могут Сами Еще Появиться Если Нужны Свежие Силы Во-вторых Крупные Компании Хотят Играть С Если Есть Компания Из 300 Тысяч Правительских Специалистов В Индии Наверное IBM Паттер И так далее Будет проще Общаться С ними Когда Речь Идет О тысяче Людей Ну и Просто Групные Компании Не Особенно Захотят С вами Разговаривать Если У них Слух Поэтому Сначала Надо стать известными Большими А потом Приходить К Компаниям Где Территориями Расположены Есть Куча Технопарков В Штатах Расположено Самое большое Количество Технопарков В мире Потому что Тут около 160 Есть Западные Побережья Калифорния С Силиконовой Долиной Стартап В Лос-Анджелесе Есть Сиэтл С Майкрософтом Google Google Всеми Вендорами Нью-Йорк Вашингтон С технопарками Но В общем По большому счёту Мы Конечно Заглядываем туда Но В целом Мы смотрим везде Потому что Да, вот есть эти два побережья И там вроде как богатые компании Но у нас есть Отличнейшая Совершенназначающая Штат Канфасово В середине Где хотелось бы вообще ничего нет Это Небольшая Консалтинговая Такая разработческая Компания Black Ops Поэтому В общем Там Искать Там Где никто не ищет Да, это хорошо К Кручивым Компаниям К Компаниям Которые Известны Всем К ним Скорее всего Приходила куча Таких же сервисных компаний Как вы А если вы нашли Кого-то малоизвестного Где-то Чего знает где Вероятность Того Что вы будете первым То Оно как бы выше Вы Примерно Посчитали для себя Что Таких вот Независимых Вендоров И Интерно-технологических Компаний В штатах Порядка Восьмидесяти тысяч Чедоветов Довольно Пралечное количество И Ну ко всем И мы Липотетически Можем Скучаться Опять Что еще Мешает С очень крупными Компаниями Это Репутация Репутация Русские Русские Офисы И Пропаганда С всех сторон Понятное дело Что Госпроекты В Штатах Не будут сейчас Связываться С российскими Компаниями Просто потому Что это Государственный Бизнес Тоже не захочет Связываться Русскими Компаниями Потому что Даже если Эти санкции нет А то Государство Не будет вмешиваться В общем Мы Понимаем А Так Мы Поговорим Компания искать Теперь Говорим Давайте Как искать Да Безусловно У Большинства Более-менее Компаний Которые Ищут Заказчиков За рубежом Есть Традиционные Методы Онлайн Маркетинга Сайт Оптимизация Google Adwords Работа с соцсетями LinkedIn Facebook Email Пармаркетинг И PR В виде Публикации В каких-то Тематических Изданиях В виде Написания Статей И Все это Конечно Работает Но Мы Например Считая себя Технологической Компанией Не стараемся Делать Публикации О том Какие-то молодцы Мы Можем Замечательно Сделать Ваш проект Мы Рассказываем О Технологиях Которые Мы Освоили Каких-то Интересных Решениях Каких-то Наших Каких-то Вещах Которые Нам дают Наши Специализации Которые Как правило Уникальны И Таким образом Мы Создаем В этом Медиапространстве В первую очередь Ощущение Технические Специалисты Соответственно Весь Онлайн Маркетинг Это замечательно И здорово Но Без личного общения Практически Ничего не работает В этом плане Наличие Своего Представителя В Штатах Если вы хотите Работать В Штатах Это очень важная вещь Нам В этом плане Повезло Да У нас есть Несколько офисов В Штатах И несколько продавцов Которые там работают На месте И Мы можем Оперативно Связывать С нашими Заказчиками И Это гораздо Эффективнее Чем Работать Через почту Или даже Скайп Участие в конференциях Безусловно Для нас Личное общение Работает Лучше Чем все остальные каналы Потому что Четверть Всех наших Лидов Это Рекомендации Наших клиентов Следующая история Это Конференция И Личные встречи На этих конференциях Что Еще Помогает Нам Находить Наших клиентов Конечно Наличие Полного Степа И Широкого Набора Инструментов То есть Если Вы умеете делать только Backend на Java Вам тяжело Если Вы делаете Backend Frontend Mobile У вас Есть Команды Python .NET Java JavaScript В общем Вам Проще Договориться с технологической Компанией Потому что У нее Может быть Есть Свои Замечательно Занимаемся Кроме того Что Офис В Штатах Помогает Вам Насколько Клиентов Он В то же время Помогает Вам Защищать Свои Интересы Потому что Если Не дай бог У вас возникают Какие-то Размотелось С Заказчиком В Штатах Каким-то образом Достать его Из Дуаруси В общем В ряде Если У вас Есть Юридическое Лесо В Штатах Как местное Юридическое Лесо Можете Вращаться В суд Это Проще И Быстро Пиар Да Это Еще История Про Преимущества Да У нас Порядка 70-80 Проектов Можете идти одновременно С Очень разными Клиентами С очень разными Процессами Мы В 17 лет Работаем на рынке И Вообще Работа В сервисной Компании Один из плюсов Это то, что вы Сталкиваетесь с процессами Ваших заказчиков Которые также У нас же являются Зайтичниками И В 17 лет Очень много Можем заказчиков В плане процессов В плане менеджмента То есть, если найти Технического Специалиста Не так сложно То Именно Людей Которые могут поставить процессы Классных менеджеров Особенно Сейчас Они уже появились Но 15 лет Практически не было Вообще При этом У нас есть Заказчики С очень классными Процессами Есть Заказчики Которые Ну Вообще Слабо себе Представляют Что они делают Например Мы работали У меня был проект С компанией Которые являются IT-разработчиком В Штатах При этом Они Не пользуются репозитории В принципе У них не было Они Свой подход На другом боксе Ну 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 В принципе Свой сертифицированной Компании У нас есть Определённые Процессы Которые Мы Внутри себя Заблюдаем И Для того Чтобы Быть Достаточно Гибкими Да Мы В своих Процессах Прописали Практики Связанные Именно с разработкой Как раз Наречили Таблитория И По-моему И континус Интекрешек сервера Мы Моглим Конечно Гораздо подробнее Чётче Прописать Но Поскольку У нас Реально Очень много разных клиентов И Мы Свои Процессы Сильно Не фиксируем Не зажимаем Мы Стараемся Такими Какими Моим Моим Если Интересно Чтобы Мы Обязательно Стараемся Подсказывать Какие-то Решения Участвовать В развитии Продукта Если Неинтересно Мы Сидим И В целом Это Одно из наших Преимуществ На рынке Среди Небольших ИТ Компаний Которых Великое Можество Мы Показываем Своё Участие Показываем Свой сервис Заказчикам И Возвращаются К нам Снова И Рекомендуют Следующим Давайте Пару Примеров Расскажу Сейчас Про наши проекты Сначала Пожалуй Пару Неудачных Историй Чтобы продемонстрировать Стандартные Ошибки А потом Парочку Поудачные Проект С компанией ActivityRes Это Молодой Стартап Штатов Компания Пришла По рекомендации Другого Клиента Пару Хорошо Я буду Всё Заканчивать И Собственно Они Как бы Особенно Не требовали Гарантии Пригодности Мы достаточно быстро Начали работать И Через полгода Мы этот проект Свернули По причине того Что Компания Нам Просто Не заплатила И как Там стало понятно Потом Но На платить Не собиралась Изначально Почему Мы полгода Протянули Почему Мы Потеряли Долго Деньги В принципе Причины Две Первая причина Это банальная Боязнь Потерять Клиента Хочется верить Что он Наверное Все-таки Заклатил А сейчас Ты разрушишь И Тебе Больше Не вернется Клиент Это здорово Вторая причина Это Разрыв Между Производством И бухгалтерией У нас В целом Процесс налажен У нас есть Связь между Финансовыми отделами И производством И Менеджеры Как правило Контролируют Финансовые потоки По своим проектам Но В данном случае Сработал Человеческий фактор И Так сказать Бухгалтерия Была не в курсе Что Проект идет Полгода А денег по нему А Менеджер Был Не в курсе Что Нам тоже Ничего не заплатили И Когда Все эти звезды Сошлись И наконец Поняли Что Нам не заплатили Прошло полгода Мы Потеряли Учебник Но Мы сделали Вылог из этой истории Добавили Дополнительного Аккаунт-менеджера Который Получше Эти наши процессы Понимаешь Но Просто Как мы сейчас Не достаточно Но Тем не менее Такая история Произошла Вторая Удачная история Это Проект С Разработкой Маркетплейса Для Ресторанов С доставкой Едем Заказчик Тоже Пришел Рекомендации И Тут Проблемы С двух сторон Заказчик не был достаточно Зрел Чтобы выходить На самом деле Дарить со своим продуктом Он Не в курсе Был Ни Клиентов Со стороны Бизнеса Ни Клиентов Необычных Не провел Какого Анализа И Решил Звучить Этот проект Я Собственно Обратился К Заработкой Мы Не поняли Что Незрелый И Поспредел Чистую монету Начали Разрабатывать Требуемый Фреймборк И В этот момент У нас была Свободная тема Держава Зарабатывающих Вы По-другому Заказчик Большие амбиции Хочет сложные Поэтому Мы не будем брать Готовый Теекомерс Движок Разработаем Потому что Будет здорово Все будут счастливы А факт оказалось Что заказчик не знал Что у нас не хочет В итоге Мы Мы могли бы сделать Какое-нибудь Пилотное решение На стандартном движке Запустите его Проект в итоге Так и не был внедрен Заказчик бы быстро Угуманил Что что идет не так И Меньше бы потратил Своих денег В итоге Мы ему сделали дорогое решение Которое В принципе Почти полную стульку В команды Внедрили только часть Фреймборка И Мы Получили Конечно Свои деньги Но Заказчик был В итоге Недоволен Потому что Так много денег Потратил на эту Заработку И мы Потеряли Дружбу Учили Ревизационные Издержки Так Все Последний пример Очень хороший Скажу Компания Из Техаса Обратилась К нам Сама Она нашла На каких-то рейтингах И Тут сработал Интересный фактор Компания Art Radio Начинается на А Похоже, что В списке Мы были Один из метров И поэтому Наиболее быстро Отреагировали На их запросах В итоге Оказалось, что Компании Стартапа Довольно серьезные Компании И Главное Наличие Контакта На всех уровнях То есть На уровне Экзекьютив Есть контакт На уровне Менеджмента На уровне Инженеров Есть постоянные Общения И Есть ощущение Того Что Мы рядом То есть Когда у Вас Заказчик Сидит в Штатах И ему Непонятно И страшно Отдавать свои проекты Куда-то Неизвестность Неинтересная команда Когда он Видит, что Вот у него есть Продавец Который Тут же рядом с ним Который Может приехать к нему Через час Когда он Видит, что У него есть Видим директор Который Готов прилететь к нему Чтобы общаться Когда он Видит, что Все инженеры Отвечают На почту Через минуту И Качество их работы Отличное Заказчик Становится Тоже Счастлив И Работа Продолжается Развиваться Сейчас Этот проект У нас По-моему 30 человек Началось Сейчас Пяти И Мы Показываем Эффективную Работу Наши Менеджеры Стараемся Минимизировать Все издержки Будем Закончить Часть Так Закончим Больше не буду рассказывать примеры Потому, что времени осталось очень мало Если у вас есть какие-то вопросы Показываем Показываем Показываем